Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале сети магазинов азиатских продуктов Красный дракон. Темой сегодняшнего видео станет соевая спаржа. Она же фуджу, она же фупи. На самом деле соевая спаржа не имеет никакого отношения к растению спаржа. Неизвестно почему, но только в России и странах СНГ фуджу называется спаржей. В Азии она имеет несколько названий. Это фуджу, фупи, юба или доупи. Дословно с китайского языка фуджу переводится как гнилой бамбук. Так что же такое соевая спаржа? Фактически это просто пенка от соевого молока. В процессе производства соевое молоко подвергается медленному нагреву, в результате чего на поверхности образуется твердая прослойка с высоким содержанием жира. Эта прослойка или проще сказать пенка и есть фупи. Затем ее аккуратно снимают и подвешивают для дальнейшей просушки. Фупи – свежую прослойку, можно сразу же употреблять в пищу, как это любят делать японцы. А можно высушить, как это делают в Китае. Высушенные фупи имеют вытянутую сморщенную форму, тем самым напоминая гнилой бамбук и называется уже фуджу. Фуджу – продукт высокобелковый и калорийный. Белки эти растительного происхождения, поэтому подходят вегетарианцам. Фуджу содержит витамины группы А и В, а также ряд минеральных веществ. Лактоза отсутствует, благодаря чему ее можно вводить в рацион диабетиков и аллергиков. Существует много разных способов приготовления фуджи. Ее можно употреблять в качестве закуски, просто обмакивая в соевый соус, мариновать, добавлять в горячие блюда и супы. Перед приготовлением фуджу долго вымачивается в холодной воде, чтобы вернуть ей мягкость и сочность. Сама по себе она обладает нейтральным вкусом, но ее губчатая структура способна впитывать маринады и специи. Что же, давайте приступим к приготовлению корейской закуски из соевой спаржи. Список ингредиентов, а также ссылки на продукты из наших магазинов «Красный дракон» вы найдете в описании под этим видео. Сухую спаржу замачивают от 4 до 12 часов в зависимости от свежести самой спаржи. В процессе замачивания потребуется пару раз поменять воду. Я замачиваю всегда в холодной воде на 12-14 часов. Обычно это делаю на ночь. После того, как фуджу стала полностью мягкой, сливаем воду и отжимаем, отбрасывая на сито. Субтитры сделал DimaTorzok. Затем нарезаем на небольшие кусочки по 3-5 сантиметров и снова замачиваем в холодной воде на полчаса-час, пока готовим остальные ингредиенты. Их на самом деле немного. Это самый простой рецепт корейской закуска. Пока наша нарезанная спаржа замачивается, почистим и мелко порубим чеснок. Вы можете воспользоваться чеснокодовинкой, но я рекомендую все-таки сделать это ножом. Субтитры сделал DimaTorzok. Далее снова отжимаем спаржу, откидываем на сито, чтобы дать лишней воде стечь. Замешивать лучше в глубокой миске или в тазу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавляем 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку глутамата натрия. Хорошо перемешиваем и оставляем на 20-30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok. Затем снова перемешиваем и добавляем рубленый чеснок, 1 чайную ложку красного перца, можно и больше, 1 чайную ложку молотого кориандра и около 50 мл растительного масла. Снова все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на час, а лучше всего на ночь. Хранится такая закуска в холодильнике в течение 7 дней. Как я уже говорил, вариантов приготовления соевой спаржи Фуджо очень много. Вы можете просто добавлять ее в салаты, тем самым повышая их сытность. Можно жарить с мясом или просто с овощами. Ею можно заменить тофу, в мисо супе и многое другое. Попробуйте и вы приготовить соевую спаржу Фуджо у себя дома. Все ссылки на продукты из наших магазинов Красный Дракон вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на нас в других соцсетях. Все ссылки также будут в описании. Приятного аппетита и до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok